Санкт-Петербургского государственного университета. Благодарю организаторов за то, что они меня пригласили. И надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Я расскажу о нашей совместной работе с Денисом Ивановичем Борисовым, профессором из Уфы, которого вы, конечно, все хорошо знаете. Речь пойдет. Я должен говорить по-английски или по-русски? Я вот не очень понимаю. По-русски мне кажется лучше. Ну хорошо, давайте по-русски. Спасибо, Сергей. Я считаю, что Сергей – это представитель оргкомитета, и как он скажет, так и будет. Сергей Юрьевич Доброхотов. Ну тут Савин есть, он главнее, так что как он скажет, пусть лучше он скажет. Нет, лучше по-русски. Буду по-русски. Значит, я буду рассказывать о собственных функциях не самосопряженного, разностного, почти периодического оператора Шененгера. И я постараюсь, так сказать, такой обзорный рассказ сделать, не очень технический. Оператор, о котором я рассказываю, появился на этой странице. Он обозначается через ht. Действует в l2 маленьком на целочисленной решетке. Вот он действует по такой формуле. Это, видите, ψк плюс 1 плюс ψк минус 1 плюс вот эта вот лямбда умножить на экспоненту. Показатель экспонента, в частности, стоит минус 2π и омега k. Вот, так сказать, вот этот коэффициент зависит от k, называется потенциалом лямбда умножить на экспоненту. Ну и вот все это умножается еще на ψк. k – целочисленная переменная. Здесь несколько параметров. Параметр лямбда, вот параметр перед экспонентой, называется константой связи. Параметр θ, который стоит в показателе экспоненты, называется эргоническим параметром. Он на самом деле в таких задачах рассматривается не один оператор, а много. И вот параметр θ – это индекс, который нумерует операторы вот этого семейства. Ну и омега параметр называется частотой. И сейчас я объясню, какое значение имеет омега. Если омега – рациональный параметр, если омега – это рациональное число, p делить на q, то тогда получается, что вот эта экспонента, как функция k, как функция целочисленной переменной k, будет периодической. Если омега – это п делить на q, и вы к k добавите q, то в показателе экспонента добавится целое число 2pi, поэтому потенциал не поменяется. Ну вот, так сказать, так как бы возникает периодический потенциал. Если омега иррациональна, то тогда потенциал будет почти периодическим. То есть на самом деле его можно будет… он не будет периодическим, но его можно будет очень хорошо приближать периодическими на все больших и больших интервалах. Оператор, о котором я говорю, вел в 1982 году Сарнак, известный математик. Он из Южной Африки, и он вот сейчас в Америке, давным-давно в Америке. Квазиопериодические операторы активно исследуются довольно большим сообществом на протяжении 3-4 десятилетий. Этими операторами занималось много очень известных ученых, но несмотря на это, теория еще очень далека от завершения. По существу можно сказать, что исследовалось несколько моделей, ну три, может быть, модели основных, и те результаты, которые получались для этих моделей, потом в той или иной мере обобщались на более широкие классы операторов. По словам Барри Саймона, анализ нетривиальных конкретных задач являлся всегда и является важной лабораторией в такой теории почти периодических операторов. Наш интерес в этом рассказе и в работе, наш интерес состоял в том, чтобы изучать поведение собственных функций, как функции КАК. И вот для многих подобных задач физики считают, что собственные функции должны обладать какими-то свойствами самоподобия, как функции параметра. Ну и я попробую рассказать то, что мы выяснили на эту тему. Давайте, какие есть известные результаты для этого оператора. Еще раз я покажу оператор. Оператор, видите, потенциал у оператора, вот это экспонента, который я курсором пытаюсь показать. И, значит, это самый простой, очевидно, потенциал, который можно придумать почти периодически. Как получается почти периодически потенциал на решетке? Берете периодическую функцию и ограничиваете ее на множество точек вида θ плюс омега К. Если омега рационально, то почти периодический потенциал возникает рационально-периодический. Но вот это здесь экспонент, это самая простая периодическая функция. Так что и оператор в каком-то смысле надо считать самым простым почти периодическим оператором, и у нас омега будет рационально. Но цена за простоту состоит в том, что наш оператор не самосопряженный. Но, впрочем, для нас это не является критичным, потому что мы используем методы, которые от самосопряженности не зависят. Ну и вот что было известно про такой оператор? Известно, что если частота омега, вот омега она меряет, насколько наш оператор близок или далек к периодическим, если частота плохо приближается рациональными числами, что значит плохо? А значит, что выполняется вот такое неравенство. Омега минус… Вы как бы фиксируете q, целое число, натуральное число, и пытаетесь вот ваше омега, которое бегает по интервалу 0,1, но вот оно не бегает, фиксировано, принадлежит интервалу 0,1, приближать рациональными числами. Ну понятно, что чем больше q, тем точнее вы можете приблизить омега, меняя p. Но иногда удается приблизить очень даже хорошо. Но, значит, вот в принципе можно приближать, но это зависит от омега, можно придумывать такие числа омега, которые будут приближаться сколько угодно хорошо. Но может быть не до всех q, но для какой-то подпоследовательности q можно, так сказать, вот эти омега приближать сколько угодно хорошо. Можно так строить эти омега, чтобы они приближались вот настолько хорошо, насколько вы хотите, но не до всех q, а для какой-то подпоследовательности q. Здесь же считается, что омега приближается не лучше, чем единицы делить на q в степени n. Таких чисел много, это почти все числа. Они называются диафантовыми. Они типичны с точки зрения меры, почти все, но они не являются типичными с точки зрения топологии. С точки зрения топологии, я не буду входить в подробности, но с точки зрения топологии, оказывается, типичны как раз числа, которые хорошо приближаются рациональными. Так что, что такое типичное, зависит от вашего вкуса. Если вам нравится теория меры, то типичны диафантовые числа. Если вам нравятся категории, то топология, то вам скорее нравятся числа, которые хорошо приближаются рациональными. Сарнак описал, специалист, который вел этот оператор, он описал диаметру и природу спектра для диафантовых чисел, которые плохо приближаются рациональными. Для случая, когда лямбда, вот эта константа связи перед экспонентом не равна единице. Потом Филипп Бока через 18 лет, его результат, касающийся геометрии спектра, обобщил на случай всех омега. Ну и что наблюдалось, если говорить о геометрии спектра? Спектр не был каким-то безумно сложным, но кое-что интересное происходило. Я буду говорить о рациональных омега. Для рациональных омега там совершенно другая геометрия спектра. Я буду говорить только об рациональных. Ну и вот если омега и рационально, и лямбда меньше либо равно единице, лямбда это константа, которая стоит перед экспонентой, меряет амплитуду потенциала. Если лямбда равно единице, амплитуда равна единице просто этого потенциала, то модуль потенциала просто равен единице. То спектр занимает интервал минус 2,2. Это просто отрезок. Если же лямбда становится больше единицы, то спектр нашего не самого сопряженного оператора превращается в эллипс. И этот эллипс стягивается к отрезку минус 2,2, когда лямбда стремится к единице. А так это эллипс на комплексной плоскости. Вот, так сказать, его размер этого эллипса, он очевидно зависит от лямбда. Ну хорошо. Не так давно Денис Борисов и я, мы занялись этой задачей, и мы решили применить для ее исследования перенормировочный метод, который возник при попытках перенести теорию блока Флаке на разностные уравнения вещественной оси. Ну вот это вот авторы этого метода Буслаев и ваш докладчик. Ну, так сказать, вот на самом деле, почему? Ну по той же самой причине, почему Саймон советовал заниматься конкретными содержательными задачами. Ну, потому что, так сказать, для многих уравнений реализация этого подхода, она очень сложная. А здесь, вот по причинам, о которых я скоро поговорю, оказывается... Да, да? Да, да. Это эхо. Эхо. Почему-то эхо появилось. Алло? Алло? Я пропал? Нет, вас слышно хорошо. Почему-то эхо. Ну, оно пропало, все нормально. Хорошо. Ну вот, значит, для этого оператора, вот, так сказать, многие формулы перенормировочного подхода оказываются явными. И поэтому, так сказать, есть надежда, была надежда продвинуться дальше. И вот понять многое об этом подходе, ну и об этом операторе. Давайте я скажу, значит, вот, что получилось для геометрии спектра. Мы доказали теорему о геометрии спектра, и это было связано вот именно с тем, что оператор в рамках вот этого подхода, о котором я говорил, очень хорошо себя ведет. Давайте вот будем считать, что E – это спектральный параметр, и представим его вот в таком виде. Будем считать, что E – это два косинуса, два пи-пэ. Итак, да, определим последовательность чисел. Омега у нас – рациональное число, по омега мы вот найдем дробную часть от единицы делить на омега, обозначим за омега 1. Кроме того, вместо лямбда будем рассматривать лямбда в степени единицы делить на омега, получится лямбда 1. Да, и, значит, здесь омега у нас всегда меньше единицы, поэтому, значит, вот, если лямбда больше единицы, лямбда 1 будет еще больше. Если лямбда меньше единицы, то лямбда 1 будет еще меньше. Вместо P введем параметр P1 – это дробная часть от P делить на омега. Но вообще P, так же, как и спектральный параметр, он может быть комплексным, потому что задача не самая сопряженная. И, значит, вот E комплексная может быть, тогда и P будет комплексным. Ну, и вот когда мы здесь пишем значок дробной части у P делить на омега, мы имеем в виду, что вещественная часть P меняется по такому закону, как здесь написано. А мнимая часть просто делится на омега. Вот, так сказать, от вещественной части p делить на омико берется дробная часть, а от мнимая часть просто делится на омико. Вот это вот такой смысл вот этой вот дробной части для комплексных чисел. Ну, это вещественное число, и вот оно, так сказать, так преобразуется. Может стоило какое-то специальное обозначение для вот этих скобочек с комплексными аргументами? Может быть, но мы решили, что пусть будет то же самое. Ну, и, так сказать, доказательство было основано на трех результатах. Ну, вот, наверное, самый первый, первый результат, он содержательный самый, да, и, так сказать, он нетривиальный. И он состоит в том, что это, так сказать, это результат вот перенормировочного подхода вот этого придуманного Буслаевым Федотовым, который, так сказать, который вот должен был бы заменить теорию Блохо-Флакен, но для разностных уравнений на комплектной вещественной оси. Так сказать, обобщение там оказалось нетривиально, но вот и оказалось совсем нетривиально. И, так сказать, вот Денис большой вклад внес тоже в понимание того, что происходит. И, значит, теорема такая, пусть у вас Е от П прижить спектру исходного оператора с параметрами θ, омега и лямда. Оказывается, что это бывает тогда и только тогда, когда Е от П1, ну, вот видите, П и П1 как связаны у нас в формуле 2, да, Е от П1 прижить спектру другого оператора, да, тоже оператора из того же семейства, но с новыми параметрами θ1, омега 1 и лямда 1. Это первое наблюдение. Из него вытекает, в частности, из этого наблюдения, но это нетрудно понять, и, так сказать, вот сейчас я объясню. Смотрите, если Е от П прижить спектру исходного оператора, то на самом деле спектру исходного оператора сразу прижить очень много точек. Е от П плюс л омега, да, обратите внимание, то есть, ну, это целая последовательность таких точек, П плюс л омега. Если вы подставите П плюс л омега в косинус, да, то получится, что, ну, вот поскольку омега иррациональное число, то у вас получится, что вот этот, так сказать, аргумент косинуса, он будет заметать, так сказать, плотно какое-то множество, да, и, так сказать, это либо, так сказать, отрезок вещественной оси, либо отрезок, отрезок, вот, так сказать, линии параллельной вещественной оси, ну, и, так сказать, плотно, плотное множество будет точек на этой линии. Ну, и последнее, так сказать, простое наблюдение очень состоит в том, что вот такой критерий для этого оператора, не критерий, такой признак для этого оператора, что если вот константа связи минус модуль спектрального параметра, вот эта разность по модулю больше двух, то точка не принадлежит спектру. Ну, и идея исследования, значит, состояла в следующем. Ну, давайте на секундочку представим, что лямбда, лямбда здесь меньше единицы в нашем уравнении, да, но в нашем операторе, константа связи, коэффициент перед экспонентой, тогда лямбда 1, смотрим на формулу 2, омега у нас меньше единички, больше нуля будет, еще меньше, еще меньше, да, и, так сказать, ну, в принципе, значит, вот это вот перенормировка, да, вот теорема 1 описывает перенормировку, вы переходите от оператора с параметрами тета, омега и лямбда к оператору с параметрами тета 1, омега 1, лямбда 1, но на самом деле вы можете эту теорему применить еще раз, и тогда выяснится, что, так сказать, какой-то Е от П2 должно принадлежать оператору с параметрами тета 2, омега 2, лямбда, лямбда 2 и так далее. Ну, вот при каждой этой перенормировке лямбда у нас, вот, как видно из формулы 2, лямбда заменилась на лямбда 1, стала еще меньше, если лямбда была меньше единицы, лямбда 1 будет еще меньше. Ну, и нетрудно видеть, что, так сказать, при этих перенормировках лямбда будет стремиться к нулю. С другой стороны, если у П была мнимая часть, нетривиальная, да, то, значит, она с каждой перенормировки, вот, ПП заменилась на П1, мнимая часть выросла. Поэтому нетрудно проверить, что она будет расти вот при остальных перенормировках, мнимая часть П будет очень быстро расти. И, ну, если это так, то тогда получается, что вот условие лямбы 3, оно будет обязательно в какой-то момент выполнено, потому что Е – это вот 2 косинуса 2ПП. Мнимая часть П растет, и, значит, вот условие лямбда стремится к нулю при перенормировках. Поэтому условие лямбда 3 будет выполнено. Но отсюда вытекает, что спектр при лямбда меньшем единице, он лежит обязательно на отрезке минус 2,2. Ну, и, так сказать, аналогично исследуется случай, так сказать, лямбда больше единицы. Ну, а следствие 2, оно позволяет вам сказать, что не просто спектр лежит, вот, так сказать, на отрезке минус 2,2, а что он, вот, так сказать, точно весь это замыкание. Ну, вот если на этом отрезке обязательно будет хоть одна точка спектра у ограниченного оператора, да, но тогда, так сказать, на самом деле там плотное множество точек спектра. То есть, на самом деле, спектр – это весь отрезок минус 2,2, вот как бы получается в этом перенормировочном подходе. Но это первое, так сказать, о геометрии спектра. Точечный спектр. Ну, это, так сказать, на самом деле главный персонаж сегодняшнего доклада – это точечный спектр. Сарнак доказал, что при лямбда большем единице для диафантовых омега, то есть для омега частот, плохо приближаемых к рациональными, собственные значения плотны в спектре. Но вот для лямбда большей единицы, помните, спектр – это был эллипс. Да, и, ну вот на этом эллипсе оказывается собственное значение, они, вот, так сказать, этот эллипс плотны на этом эллипсе. И доказательство, оно очень простое. На самом деле доказательство очень простое. Вы считаете, что у вас есть собственная функция, да, и собственное значение. Вот ПСН – это, ну, у вас ПСИ – это собственная функция, и элемент из L2 маленького, да, значит, это вектор с компонентами ПСН бесконечной. И есть собственное значение – Е от П. Если лямбда больше единицы, то нетрудно видеть, что П, оно обязано, ну, вот, так сказать, Е лежит на эллипсе, нетрудно видеть, что П должно быть вот такого вида ТАУ, где ТАУ – вещественное число любое, плюс ИКСИ, где КСИ – это вот логарифм лямбда делить на корень из двух П. Ну, так сказать, иначе вы на эллипс не попадете. Вы знаете, что спектр на эллипсе, а эллипс как раз вот так параметризуется, что, значит, Е, спектральный параметр на эллипсе – это два косинуса, два П, где П вот имеет такой вид. Ну, хорошо, очень хорошо. Давайте введем, ну, вот я пытаюсь объяснить доказательства того, что спектр точечный и плотный. Давайте введем, значит, вместо последовательности ПСИК введем функцию ПСИ большой от Z. Это дискретное, ну, это просто преобразование Фурье. ПСИК маленький – это, так сказать, вот коэффициенты Фурье функции ПСИ большой. Значит, очевидно, значит, если ПСИК маленький принадлежат L2 маленькому, да, вот ПСИК маленький образует вектор, который принадлежит L2 маленькому, то ПСИ большой будет функцией из L2 на окружности. Ну, и нетрудно проверить, что ПСИ будет удовлетворять, ПСИ большое будет удовлетворять вот уравнению, которое здесь выписано. Оно кажется таким простеньким, ну, и до какой-то степени является простеньким, да, но, так сказать, мы потом увидим, что за этой простотой много есть интересного. И это уравнение можно, так сказать, вот так наивно, преднаписать наивное решение для этого уравнения. И оно, так сказать, с помощью рядов Фурье надо его просто прологарифмировать. И после того, как вы прологарифмируете, получится, что надо решить три разностных уравнения. Одно, так сказать, и, так сказать, эти разностные уравнения можно явно решить. Одно можно, вот, так сказать, вот это вот экспонента, оно даст, так сказать, вот логарифм решения, линейный вклад. А вот эти два слагаемых, E минус экспонента, вот здесь вот КСИ у нас стоит, и КСИ у нас положительную мнимую часть имеет. То есть КСИ у нас положительная, это логарифм лямбда, а лямбда больше единицы. Так что вот эти экспоненточка здесь, которая возникает, она маленькая. И здесь тоже маленькие экспоненты, их можно логарифмировать. Вот если их логарифмировать, то можно, значит, вот это уравнение логарифма ПСИ можно явно решить, ну, просто вот с помощью рядов Фурье. И с помощью рядов Фурье получается такой ответ. ПСИ большой от Z, это E в степени, вот линейная функция плюс сумма двух периодических, которые описываются явными рядами Фурье. Казалось бы, больше делать нечего, ну и да, еще при этом возникает условие, при котором эта функция ПСИ от Z периодично, это условие на параметр ТАУ, да, здесь, который здесь находится, он должен иметь вид ТЭТА плюс ЛОМЕГА. Ну и это как раз даст нам, вот ТАУ это ТЭТА плюс ЛОМЕГА, а П это ТАУ плюс ИКСИ. Вот такие вот собственные значения получаются ТЭТА плюс ЛОМЕГА плюс ИКСИ. И они, так сказать, вот если Л, так сказать, пробегает в целочисленную решетку, то тогда, так сказать, вот косинус 2ПП будет пробегать вот этот самый эллипс. Ну и, так сказать, казалось бы, все дело в шляпе и делать нечего. Но есть два вопроса. Первый вопрос состоит в том, что, ну, во-первых, так сказать, физики говорят о том, что нужно где-то увидеть, так сказать, самоподобную структуру решений. И в этих рядах Фурьера, конечно, никакой самоподобной структуры решений не видно. Да, да, и, так сказать, ну вот я только что их, я только что эти ряды показывал Фурье, но они, так сказать, не такие безобидные эти ряды Фурье, потому что в знаменателе, смотрите, стоит Е в степени 2ПИКОМЕГА минус 1. Ну и когда К меняется, вот это вот выражение в знаменателе стоящее, оно может быть становиться маленьким время от времени. Конечно, так сказать, за этим трудно следить, но и вот тут вот, чтобы этот ряд Фурье сходился, как раз и надо требовать, чтобы знаменатели не слишком часто становились очень маленькими, чтобы это было редко. Это условие как раз на Омега, это, так сказать, эффект, так называемый эффект малых знаменателей. Но все равно, вот так напрямую смотришь на этот ряд, и никакого самоподобия не видно, конечно. Ну и второе, условие на сходимость ряда Фурье, оно очень грубое. В принципе, можно получить и более точный результат, так сказать, уже много работ есть, в которых есть более точные условия сходимости вот для таких рядов Фурье. И, так сказать, эти, наверное, это, я не помню точно, от кого это идет, от Авилы Артуры или от Светланы Житомирской, вот это вот, такого типа вещи. Значит, вот надо, чтобы более точное условие, оно как-то выглядит так, надо это Омега разложить в непрерывную дробь с натуральными элементами А1, А2 и так далее, да, вот такая непрерывная дробь. Число Омега, это иррациональное число между нулем и единицей, его можно разложить в такую бесконечную дробь, а потом начать эту дробь обрезать, так, чтобы получилось, ну вот, так сказать, оставляем только первые, скажем, N этажи. Здесь нехорошо сделано, надо было L большое написать, вот это вот, PL делить на QL надо было написать, опечатка, прошу прощения. Ну вот обрезаем, оставляем L этажи, тогда получается PL делить на QL. И, значит, потом по QL можно построить вот такой предел, верхний предел от логарифма QM плюс 1 делить на QM, его обозначают за B, он всегда есть, верхний предел всегда есть. Ну и можно доказать, что для геофантовых чисел такой предел равен нулю, то есть элементы цепной дроби, они не могут слишком быстро расти. QM плюс 1 не может быть слишком большим по сравнению с QM. Для чисел, наоборот, другого класса, Леувилева класса, для многих чисел Леувилева класса, наоборот, такой предел будет равен бесконечности. Там, наоборот, есть подпоследовательность, которая очень быстро растет для таких чисел. В общем, здесь β характеризует, можно сказать так грубо, что β характеризует, насколько хорошо, значит, ваше число омега приближается рациональным. Если оно бесконечности, значит, очень хорошо, если 0, значит, очень плохо. Ну и условия, значит, можно доказать, что результат Сарнака справедлив, если β, неверно написано, β должно быть меньше λ, строго меньше λ. Если β меньше λ, то тогда вот такая наивная конструкция с рядами Фурье будет работать. Ну и, так сказать, вопрос состоит в том, а можно ли это условие для существования точечного спектра ослабить, потому что оно тоже является грубоватым из-за логарифма, оно достаточно грубое. Ну и вот мы с Денисом нашли ответы на эти вопросы, мы, так сказать, выявили самоподобную структуру и, так сказать, уточнили условия существования точечного спектра, существенно уточнили. Все это можно сделать, явно можно описать собственные функции, и эта явная формула, она вот содержит знаменитую функцию, так сказать, ну, она относится к знаменитым в том смысле, что эти функции такого типа возникают в очень разных разделах математики и физики. Первая функция, ну, близкая к этой, возникала в теории дифракции в конце 50-х годов и называется функцией Малюжинса. Тут вот в уравнении, так сказать, функция Малюжинса, она является отношением вот таких вот сигма-функций, которые удовлетворяют вот этому уравнению, да. Ну и вот сигма-функция, сигма со значком h, она удовлетворяет разностному уравнению, вот выписанному. И, так сказать, вот есть у этого уравнения, у разностного, есть вот решение, мы его и обозначаем сигмаш, которое одновременно удовлетворяет еще одному уравнению. Эти уравнения не получаются друг из друга заменой переменных, они независимые уравнения, да, но вот эта функция сигма, она удовлетворяет одновременно двум таким вот разностным уравнениям. Это очень важное ее свойство. Ну, ее можно, так сказать, вот ее можно описать с помощью, как вот, как решение первого уравнения, которое удовлетворяет второму, да, с точностью до константы. Если вот h иррационально, h делить на π иррационально, то с точностью до константы это определяет сигма-функцию однозначно. Можно определять в каких-то других терминах, можно говорить, что это минимальное мироморфное решение вот такого уравнения, вот уравнения первого уравнения на этой страничке, но, так сказать, вот там в какой-то полосе комплектной плоскости. У нее очень богатое множество нулей и полюсов. Они лежат на вещественной оси, эти нули и полюса, но они накапливаются к бесконечности и становятся все более и более плотными. И плотность их зависит от того, вот, как соотносится число h, от какого отношения h к π. Зависит от того, насколько оно хорошо или плохо приближается рациональными числами. Но в целом, значит, вот эту функцию сигма можно называть тригонометрическим аналогом гамма-функции Эйлера, потому что гамма-функция Эйлера – это, так сказать, разностное уравнение, коэффициент, в котором это простейший полином первого порядка, а здесь вот простейший тригонометрический полином первого порядка. В терминах этой самой сигма-функции можно построить, ну вот, другую спецфункцию. Она скорее, так сказать, напоминает функцию малюженца, отношение двух сигма-функций, но немножко другая. И вот, так сказать, сигма-функции, ну вот, так сказать, есть явная формула для этой самой функции а омега от zk. Здесь она выписана, z и k – это комплексные числа, и можно это отношение исследовать, и, так сказать, там при маленьких омега для него можно писать асимптотики. Или, скажем, если мнимая часть k, у k есть мнимая часть, так сказать, большая или маленькая, тоже можно писать асимптотики. Ну, у этого отношения много аналитических свойств, которые можно проконтролировать. Дальше введем, ну вот я пытаюсь описать собственную функцию, введем вот такое отношение, такое преобразование, ну, преобразование инверсии. t от z – это единица делить на z. Ну и введем вот, введем последовательности омега, да, это вот как бы результат перенормировок. Было омега, который мы обозначили через омега с ноликом, и потом вот мы, так сказать, строим такую последовательность омега k. Это так называемый омега k плюс 1 – это как бы преобразование гаусса от омега. Да, вот эти скобочки – это опять дробная часть. Ус ноликом – это дробная часть z, а потом по ус ноликам строится последовательность укатых. Вот она строится так, что укат плюс 1 – это дробная часть от укатая делить на омега катая. Ну и теперь теорема. Пусть вот такой ряд сходится. В этот ряд входит лямда, и в этот ряд входят омеги. И тоже вот сходимость этого ряда, она означает, что омега лт, оно не может быть слишком… Ну, все омеги меньше единички, да. Вот это произведение омег, омега с ноликом, омега 1 и так далее, омега л минус 1, оно экспоненциально, как минимум, экспоненциально быстро стремится к нулю. Лямбда, вот у нас больше единицы, поэтому эта штука очень суперэкспоненциально быстро. Лямбда в степени вот этот вот показатель, оно суперэкспоненциально быстро, только почему-то минус написано, а минус – это опечатка, там… Нет, минус, все правильно. Это суперэкспоненциально быстро, вот эта вот лямбда в своей степени, она суперэкспоненциально быстро стремится к нулю. Но и ряд сходится, если омега лт, новое омега лт, оно не слишком оказывается маленьким. Омега лт не могут суперэкспоненциально быстро стремиться к бесконечности. Тогда этот ряд сходится. Какое это отношение имеет к непрерывным дробям? Но это означает… На секундочку, я вернусь к непрерывным дробям. Если мы омега разложим в непрерывную дробь, это означает, что вот эти знаменатели не могут гиперэкспоненциально быстро расти. Вот если они гиперэкспоненциально быстро растут, то тогда вот такой ряд будет расходиться. Это опять условие на то, насколько быстро омега приближается исходными рациональными числами. Ну и утверждение такое. Значит, если этот ряд сходится, то числа E, равное 2 косинуса 2πp, где p принимает значение θ плюс xc плюс омега m, омега частота, xc – это, ну, так сказать, точно сюда 2-дупих, логарифм константы связи, и θ – это органический параметр, который, так сказать, входил в наше уравнение. Вот такие числа, где m целое число, они являются, так сказать, вот по e мы вычисляем по p, а p, вот, так сказать, вычисляем по этой формуле. И здесь может быть любое целое число m. Вот такие числа являются собственными значениями. А собственные функции описываются вот такой замечательной формулой. И здесь вот в этой замечательной формуле это как бесконечное произведение и множители, но вот с точностью доинверсии t в степени L, с точностью доинверсии – это все вот такие факторы, омега A и A омега от zk, и, значит, они, так сказать, эти факторы, они все описываются одной и той же формулой, просто разные параметры в этих факторах, омега L, UL, PL. И что происходит? Ну, вот p, я уже писал формулу для p, pk плюс 1 – это дробная часть от pk делить на омега. Если у нас, так сказать, p, λ больше единицы, поэтому xi больше нуля. Поэтому у p есть мнимая часть положительная. И у pk мнимые части очень быстро растут. Да, вот, так сказать, омега, все омеги меньше единицы. Можно доказать, что мнимые части растут, по крайней мере, экспоненциально быстро у pk. Это, вот, на самом деле, позволяет, так сказать, этому ряду, вот, так сказать, сходиться. И сходится он тогда, когда вот эти отношения омег, они достаточно быстро стремятся к единице. Условие, которое здесь выписано, условие 4, оно как раз и гарантирует, что ряд, что произведение вот этих вот омега, эльтах, так сказать, которые выражают через сигма-функции, будет сходиться. Хорошо. Но в целом, значит, что получается? Получается, что psi от z, оно является вот таким произведением этих омега. Ну, так сказать, омега с ноликом делится на омега 1, потом умножается на омега 2, делится на омега 3 и так далее. И, ну, у каждого из омег, ну, мы можем говорить, например, про модуль. Есть типичный график. И, значит, вот, омега с большими номерами, они, ну, они все ближе и ближе к единице, да. Так что они все меньше и меньше, так сказать, осцелируют. Но вот они очень быстро осцелируют, да. Вот омега, эльта и с большими номерами, они очень быстро осцелируют. Вот в силу такого определения у каток. И поэтому получается, что на графике, вот, на графике, ну, скажем, модуля собственной функции psi от z, вы сначала видите первое слагаемое, которое волна, большая волна, которая, так сказать, как бы не осцелирует. Потом на этой волне вы видите несколько волн, отвечающих второму сомножителю, да, которые, ну, вот эти, такие же волны, как большая волна, но только в меньшем масштабе, да, вот, так сказать, и так далее. И можно, в принципе, я не сделал это, мы не сделали это с Денисом, но можно все это на компьютере насчитать и увидеть, что здесь вот такая очень явная структура самоподобия возникает, да, вот, так сказать, очень ясное самоподобие, так сказать, действительно вы видите. Но это самоподобие, да, когда не для самого решения из псикатых, вектора из L2-маленького, это для его преобразования в Фурье. И, конечно, тут остается вопрос, а как вот такое, так сказать, самоподобие, которое мы видим на графике функции, живущей на окружности, да, как оно переливается в самоподобие вот этого, или компонент вектора псика при больших К. Ну, это пока не понято до конца. Ну, значит, вот замечание. Ну, замечание состоит в том, что вот это было, помните, было условие бета меньше лямбда, тогда наивные ряды Фурье сходятся. Но вот можно проверить, что наше условие, вот это вот странное, такое номер 4, оно выполняется тогда, когда автоматически вот выполняется, если бета меньше лямбда, это условие, при котором сходятся наивные ряды, так сказать, очень тонкое, довольно тонкое условие, при котором сходятся наивные ряды. Но, однако, наше условие может быть прекрасно выполнено, и даже тогда, когда бета равняется лямбда. Вот мы с Денисом, вот это вот случай, когда бета равняется лямбда, там много, на самом деле, омик находится, несчетное число, мы назвали серой зоной. Ну, иерархическая структура собственных функций, ну, вот точнее, их преобразование Фурье, она очевидна. Ну, и два слова, наверное, у меня уже там одна минута осталась. Ну, я постараюсь за одну-две минуты сказать, что откуда вообще все это проистекает? Но проистекает это оттуда, что, значит, вот это бесконечное произведение, оно удовлетворяет вот уравнению вот такого вида. Я забыл здесь фисноликом написать. Фисноликом от Z плюс омико, это G от ZP умножить на фисноликом от Z. G – это вот такое произведение с кубок, с экспонентами, которые мы уже один раз видели. Нетрудно построить решение вот такого уравнения в терминах стигмофункций. И как раз получается легко доказать, нетрудно доказать, что общее решение уравнения, вот этого уравнения, оно имеет вид аомега, вот это вот отношение сегмофункции, делить на φ1 от Z делить на омега. Ну, так удобно делить на φ1 писать, где φ1 – один периодическая функция. Зачем мы поделили на φ1, а не умножили? Сейчас увидим. Но нам надо построить фисноликом не просто, который удовлетворяет этому уравнению, но который еще дополнительно живет на окружности, то есть является периодической функцией. Оказывается, это возможно тогда и только тогда, когда φ1 удовлетворяет перенормированному уравнению. Ну и вот, так сказать, на этом пути строится бесконечное произведение. Оказывается, что если его вот так напрямую построить, вот из этих омег без всяких дробных частей, которые стоят там вокруг Z, вокруг Z делить на омега и так далее, то оказывается, такое произведение очень трудно проконтролировать, его, так сказать, не доказать, что оно удовлетворяет уравнению. Для этого есть внутренние причины. Но если поставить дробные части, то вот удивительным образом, если расставить дробные части, как мы расставили, там возникли УС-0, У-1, У-2 и так далее, то это нетривиально, да, это нетривиально, но получается, что тем не менее нам удается построить решение. Если бы решение существовало, если бы там какое-то φ1, потом по φ1 строится и φ2 и так далее, если бы они действительно их существовали, то можно было бы поставить дробные части, как мы ставили. Все должно было бы тогда, так сказать, все нормально, как бы, да, ну и вот тогда бы это, тогда это бы ничего не поменяло. Но вот, значит, мы их и расставили, и получилось, что получился объект, который надо проверить, проверить, что он удовлетворяет уравнению, что он является периодическим легко проверить, а вот что он удовлетворяет уравнению, это оказалась некая, некая, так сказать, некая работа, и тем не менее удалось вот так в таком виде построить, построить, вот так сказать, собственные функции и уточнить условия существования, увидеть самоподобную структуру. Ну, в общем, как бы все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Если вопросы к докладчику, как комментарии, вопросы. Можно такой вопрос. А если еще квазиклассический параметр вести в уравнение, вот эти методы квазиклассики, здесь бы не дали что-то интересное, явные формулы для собственных функций? Явных формул-то не будет. Квазиклассики... Квазиклассики, сейчас секундочку, я скажу. Там можно считать, что какая-то последняя стемь стремится к нулю. Тогда в этом произведении будут слагаемые, которые описываются, будут квазиклассическими асимптотиками. Конечно. Ну, а произведение во что-то не свернется? Нет, оно не свернется, оно всегда будет. Оно никак не свернется. Ну, я понимаю, вопрос немножко невнятный, но какой есть? Нет, нет, я понимаю, но оно не свернется. Нет, общая ситуация такая, что вот это бесконечное, так сказать, вот омега-каты, они связаны с разложением исходной омеги в цепную дробь. И, значит, в типичном случае в этой цепной дроби обязательно будут возникать очень маленькие омега. Какая-то подпоследовательность очень маленьких омега будет возникать. Ну и, соответственно, вот в том произведении, которое возникло, будут факторы, которые описываются квазиклассическими асинтотиками. И, ну, там, так сказать, вот эти факторы, они будут на самом деле сильно очень, как раз сильнее всех остальных влиять на поведение вот этих собственных функций. Но это уже отдельная история. Интересный вопрос, который там возникает, вот сейчас я закончу, сам себя сейчас остановлю. Интересный вопрос, который возникает, это вот действительно, почему такое самоподобие у преобразования Фурье влечет самоподобие у, так сказать, у коэффициентов Фурье. Это пока вот не ответить. На этот вопрос пока нет хорошего ответа. Как-то так. Спасибо. А какие-нибудь графики можно нарисовать этих функций? Они вообще как выглядят-то так? Можно нарисовать, но мы пока, так сказать, руки пока не дошли. Статья написана, но еще полируются. И в процессе полировки мы обязательно нарисуем картинки. Спасибо, да. Спасибо вам большое. Они, наверное, любопытные будут. Может, так. Да, спасибо большое. Мы это самое. Спасибо всем, кто досидел. Это самый последний доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, да. Хорошо.